Приветствую аудиолюбителей! Сегодня на обзоре наушники Simgot EM10 под кодовым названием DREAM Simgot делают хорошие наушники У меня была масса их наушников практически все на обзорах и ни одни из них не вызвали какого-то кринжа или чувства неудовлетворенности Даже в самой дешевой линейке у них очень приличный звук А эти наушники самый топ их линейки на сегодняшний день Распаковка и рассказываю про звук Как они звучат На коробке наушников написано Привет искусству и науке То есть как бы в данном случае Simgot намекает, что они талантливые ученые которые делают звук Ну что ж, в принципе, наверное, так и есть По коробке видно, что это какой-то премиум сегмент у нас здоровенный Здесь какой-то абстракционизм нашлепан, так сказать Давайте откроем эту коробочку С задней стороны указаны характеристики и графика ЧХ Который мы позже немножко разберем Вау Конвертик В конверте я распечатывал Естественно, наушники отслушивал Это я запаковал для вас, чтобы было понятно как они приходят В конверте у них раскладка такая где благодарности всем и вся Короче, здесь просто макулатура где они перечисляют имена создателей и говорят спасибо Именно так выглядит 400 плюс баксов Довольно симпатично, по-моему И непосредственно под наушниками лежит кабель Он со сменным коннектором Поначалу я не мог понять, как он разбирается, раскручивается Он не крутился нифига Оказывается, просто он разъединяется Кабель Лициндрат Бескислородная посеребряная медь Высокой очистки Со сменными коннекторами 3,5 и 4,4 мм балансный Вот, просто посеребряный белый кабелек И здесь на изоляции такие золотистые полосочки нанесены Ну, довольно простенький на самом деле С виду кабель Ну, а под кабелем лежит коробочка А в коробочке оставшиеся прибамбасы Это вот такой кейс Тоже с надписями Гравировка И внутри амбушюры Амбушюры точно такие же Просто второй комплект Идет как раз тот самый 3,5 сингл И все То есть у этих наушников максимально простенький комплект Но этого достаточно уже для начального прослушивания И вот два наушника Алюминиевые фейсплейты Пластиковые шеллы И здесь сеточка на каждом На наушниках можно увидеть маркировку Один динамический драйвер 8 балансных арматур И один пьезоэлектрический драйвер На самых-самых верхах В сопле наушников установлены фильтры Семь год ЕМ-10 Позывной Дрим Лучшие 10-драйверные монстры В 2024 Так ли это? Один динамический драйвер 8 балансных арматур И один пьезоэлектрический Керамический драйвер Частотная характеристика 8 Гц 40 кГц Чувствительность 120 дБ Сопротивление 41 Ом Кабель Лиц Бескислородная Посеребряная медь Высокой очистки Сменные коннекторы 3,5 мм И 4,4 мм Балансный Первые впечатления Которые возникают При прослушивании Породистый Богатый звук Обилие массивных Низких частот Которые Уравновешены Средними Высокими И верхними Нижними частотами Образы крупные Сцена Шире средней Наушники Уверенно берут Нижнюю границу В 20 герц Саббас Имеет Настоящую Сабвуферную Составляющую И ощущается Физически К примеру Two Steps from Hell Heart of Courage Оркестровое Произведение В котором Большой барабан Звучит так Раскатисто И массивно Что это Похоже На пушечную Канонаду Вообще В классических Произведениях При прослушивании Зачастую Не хватает Низких частот Особенно Теперь Когда все Избалованы Сабвуферами И музыкой Записанной С выделенной Сабчастью Теперь Классические Оркестровые Произведения Зазвучат Более полноценно Эти наушники Хорошо добавляют Массивности И плотности Там Где этого Не хватает Несмотря на Обилие Низких частот Они не давят Вокал И инструменты В среднечастотном Регистре Да Теперь Привычная музыка Звучит полнее Плотнее И весомее Все дело в том Что область 80-150 герц Подмешивается В серединку И наполняет Инструменты Телесностью И чуть ли не Тактильной Отдачей Уверен Многие Оценят то Что теперь Хочется Переслушать Все свои Альбомы Заново Я как любитель Металла Отметил Очень жирные Электрогитары Мощнейшую басуху И плотные Ударные Однозначно Рекомендую Наушники Для тяжелой музыки Вокал Хорошо различим На фоне Масштабной Звуковой Панорамы Голоса Звучат Разборчиво В любом Музыкальном Жанре Будь то Испанская Гитара С голосом Нежной Синьориты Или же Брутальный Дум Метал С гроулингом Сурового Викинга Верхние Частоты Гладкие При этом Раздельны И хорошо Читаемы Они не Пропускают Сибилянты Звучат Со всеми Присущими Им гармониками Отзвуками И послезвучиями ВЧ Не выпирают Они гармоничны В сочетании Со средними И низкими Частотами Воздушность И высокое Разрешение Идут Рука Об руку И недостатка Этих Важных Параметров Здесь Не выявлено Вообще Наушники Отыгрывают Верха Так Что Всего Хватает Но при этом Симгот ЕМ10 Можно прослушивать Длительное Время Без намека На утомление Шивка Такого Огромного Количества Драйверов Незаметно Наушники Звучат Как отличный Трифоник Симгот ЕМ10 Обладают Невероятно Музыкальным И обвораживающим Звучанием Каждый Жанр В них Звучит Превосходно Это Те Самые Наушники В которых Не хочется Пропускать Надоевшие Треки Для меня Это Однозначно Лучшая Модель Этого Года Сейчас Перед вами На экранах АЧХ график Этих Наушников Особо-то отображает Подъем Который Есть на 80-150 Гц Именно Тот подъем Который Обеспечивает Тебе Невероятную Тактильность Тактильную Отдачу От звуков Этих Наушников Вот я Когда читал Вам текст Зачитывал Я сказал Что именно К примеру Two Steps From Hell Heart of Co Rage Оркестровое Произведение Большой барабан Звучит как Выстрел из пушки Пушная канонада Ты действительно Слушаешь Барабан Бахает А у тебя Аж вот эта Вибрация Отдача Идет Ты практически Телом Физически Почти ощущаешь Мозг Посылает сигнал И слышит Такой бас Он посылает Сигнал Что ты должен Почувствовать Вот эту Тактильную Отдачу Невероятно На сцене Или идет Какой-нибудь Концерт Power Metal Тот же Evanescence К примеру Они все Носятся по сцене Она поет Тария Там все Грохочет А у тебя Ощущение Как будто ты рядом Со сценой Стоишь Качает Нереально Вот именно Отдача Вот это вот Ощущение В хайпах Четвертых Такого нет Я к примеру Говорю Их можно сравнить 7 герц Аврора Их можно сравнить С хайпами Качественно Уровень Качества Звучание У них одинаков Проработка Там плюс-минус У них одинаковая То есть нельзя Сказать что Это прям на 3 головы Выше Или еще что-то Нет У них качество Одинаковое Но именно Они ценны По своей тактильной Отдаче Которой нет В Авроре В таком количестве И нет Хайпа в четвертых В таком количестве То есть какая-то Реалистичность Здесь именно Подачи Как будто ты рядом Со сценой Где-то находишься Я обычно Во внутриканальных Наушниках Не стримлю игры Но вчера вечером Был стрим Horizon Forbidden West И специально Надел эти наушники Зная какой в них Крутой тактильный отклик И там баба Этой лой Бегает всем В жопу тыркает Копьем Встреляет в роботов Из слука Роботы эти Ходят огромные Гигантские Топают везде У тебя все трясается Все ты сидишь Дрожит там Все земля Вот эти эффекты Просто невероятные Да их для игр Использовать просто Обалденно Музыку в них Слушать шикарно У них верха потрясающие Проработка Детализация При этом верха Нигде они не пилят Они некрикливые Масштабируется звук Потрясающим уровнем Ты делаешь громче 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 А он тебе не пилит Ты можешь в них Громкость какую-то Невероятную выжить Больно ушам Станет просто от мощности Но они тебе не будут нигде пилить При этом у них разрешение Высокое Все отчетливо Все разборчиво У них нет какой-то Замыленности Абсолютной Нет вообще никакой Знаете вот как пелена Бывает на наушниках Легкая бязь Или тюль какая-то Здесь нет такого Прозрачный звук При этом очень хорошее Но правильное разрешение Без перегиба тоже В какие-то излишки Бывают наушники Слушаешь Какое высокое разрешение А там искусственно накрученное АЧХ Чем выше задранные там верха После звуча Вот это все А здесь нет Здесь посмотрите График наверху какой Сам динамик Может выдавать Вот именно такую чистоту Звучание Качество звучания Детализация просто потрясающая Вот у меня есть Как вы знаете Уже сто раз рассказывал Ежи 07М Любимые Четкие Правильные наушники Мониторные Практически И там электростат на верхах Я специально их сравнивал Я подключал Ежишки Я подключал эти Ежишки Эти Я несколько раз Перетыкивал Выслушивал нюансы Особенно на высоких частотах Потому что там Электростатический драйвер А здесь пьезоэлектрический Керамический И он не сильно Он практически не уступает Ну в каких-то нюансах Да Он чуть попроще Но те стоят 650 долларов А эти 400 баксов Даже не стоят У них невероятно Крутое звучание Конечно нельзя сказать Что они на голову Выше 7 Герц Аврора Или Хайп их четвертых Нет Абсолютно Они одного уровня Наушники Одного Но эти Более Интересно Они воспринимаются По другому Они более тактильны Более живые Что ли Да Они не такие правильные Как 7 Герц Те правильные Аврорка играет Более ровно Более правильно И они не такие Как хайпы четвертые Хотя по басу Очень похожи Но те Как-то проще Воспринимаются Хайпы Они как-то Примитивнее Что ли Причем уровень То одинаковый У наушников Но вот именно Восприятие От этих Оно дарит Необычайные Впечатления Сейчас Буквально Перед записью Отслушивал Опять же Мельницу Фолк-рок Хиловиса Поет Песня Дредноут Я часто Про ее Говорю Про эту песню Меня замурашило Во в течении Этой песни Раз 15 Я сижу У меня Волны Мурашек Причем Не просто Где-то здесь А прям С ноги До головы Мурашки Проходят Чуть Слезы На глаза Не наворачиваются От подачи Как ты слышишь По-новому Это все Невероятно Очень круто Очень И хочется Сказать Что эти наушники Оценят люди Которые умеют Выслушать Умеют понять Опять же Разница в источниках Вот с К7 Они просто Дают кайфовый звук Очень хороший Очень приятный Но не раскрываются До конца У них верха Звучат детально Красиво Каждую писюлечку Выслушать можно Но когда Подключаешь Какому-нибудь Хорошему источнику Вот я считаю Очень хорошим М23 Плеер от Fio Они Ну они гораздо Иже начинают играть Они шире Во-первых Начинают Еще шире звучать У них детали Какие-то появляются Казалось бы Те же самые Но они более Расширенные Они более объемные Эти детали Становятся По-другому Это воспринимаешь Они какой-то Концертный Экспириенс Тебе дают Видишь Какие слова знаю Такое ощущение Как будто ловишь Эти звуки Не только ушами Но еще и телом То есть они дают Тактильность определенную Причем такой тактильности Например в тех же Лишуерах Моих любимых нет Это говорит о том Что здесь конечно Не совсем правильная Настройка В области МИДа Но как они Это все в совокупности Это все замешано Вот это вот Такая гремучая смесь И они настолько Милые по подаче Милые Не в плане Не-не-не-не А в плане того Что они тебя Сибилитивными Вот какими-то звуками Нигде не уколят Вот опять же возвращаемся К этим сибиллянтам Которых здесь нет А в других наушниках Они могут проскакивать А здесь драйвер Грамотно их срезает На верхах При этом детали Никуда не теряются То есть В очередной раз Хочу сказать Что какие-то наушники Когда люди говорят Ну сибиллянты Это необходимость Я слышал такое уже Ну читал в комментариях Типа сибиллянты Необходимость Это обратная сторона Высокой детализации Верхних частот Вообще нет Вообще нет Это просто херовый динамик Отсюда и сибиллянты Идут У людей В наушниках А они это оправдывают Там крутыми Верхними частотами Высоким разрешением Нет Когда драйвер хороший Он тебе тут Высочайшее разрешение Супер детальные верха Но никаких при этом Сибиллянтов нет Это однозначно Лучшие наушники В этом первом полугодии 2024 года До этого было Две модели Я бы сказал Что это Симгерц Аврора Это Хайпо четвертые И это недавно Делал обзор На Симфонио ПБ-10 Но Симфонио ПБ-10 Они более Такого аудиофильского Аудиофильского уровня Там где Не все жанры зайдут А вот эти наушники Они в некоторых Жанрах будут попроще Чем ПБ-10 В тех же самых В вокале В том же самом Например Там как-то больше Вокал оперный Раскрывается Например А здесь попроще В этом плане будет Тоже какие-то нюансы Будут скрадываться Но это опять же В прямом столкновении ПБ-10 И вот этих Но те чисто такие Для оркестров Для каких-то вокалов А эти Они универсалы И я бы предпочел На ежедневку Естественно Вот эти взять И небольшое Рекомендательное Напутствие Тем кто выбирает Хорошие наушники Высокой ценовой категории Если рассматривали 7 Гц Аврора Если рассматривали Хайпы четвертые Задумайтесь Возможно Вам стоит Обратить внимание На все-таки ЕМ-10 Лично мне Они зашли Больше Ну а на сегодня Все И помните Что действительно Все Абсолютно Все Наушники А7 Год Это конечно же Хорошо Но самое главное Берегите себя И своих Малышариков Субтитры Семен